Здравствуйте! В эфире «Арсенал» в студии Владимир Бурко. На уходящей неделе глава государства Александр Лукашенко отметил высокими наградами белорусов, решения и успехи которых определяют пути развития науки, экономики, культуры, служат укреплению безопасности. Особых слов благодарности заслужили представители медицины. Не остались без внимания и достижения главного военного медицинского центра, ведущему терапевту которого Роберту Ермолкевичу присвоено звание «Заслуженный врач Республики Беларусь». Дорогие друзья, каждый из вас заслужил почет и уважение в нашем обществе. Пусть премии и награды станут стимулом для новых достижений на благо нашей Беларуси. Примите мои искренние поздравления со знаменательным событием вашей жизни и слова глубокой благодарности за ваш труд и активную гражданскую позицию. О других новостях армейской недели в информационном обзоре программы. Министр обороны Беларуси Андрей Равков принял участие в 6-й ежегодной московской конференции по международной безопасности. Представители из более чем 80 стран обсудили в столице России геополитическую обстановку в мире, проанализировали направление противодействия современным вызовам и угрозам. Форум позволил обменяться мнениями по актуальным вопросам в сотрудничество военных ведомств на различных уровнях. Это такая площадка, на которой можно встречаться, можно разговаривать, можно обсуждать, можно вырабатывать какие-то решения. Но я глубоко убежден, что самое главное, чтобы было продолжение этих обсуждений, и эти обсуждения вырастали в какие-то реальные шаги для того, чтобы обеспечивать в мире безопасность. Армейская спортсменка, прапорщик Марина Слуцкая завоевала золото чемпионаты Европы по дзюдо в Варшаве в весовой категории свыше 78 килограммов. В финальном поединке белорусская победила Светлану Яромку из Украины. Для национальной команды медаль высшей пробы на первенстве континента стала первой за всю историю белорусского дзюдо. Медаль такого уровня у меня первая. Дважды ранее становилась уже пятой на таких турнирах, чемпионатах Европы. Вот, но медаль не удавалось завоевать. Постоянно что-то мешало, то травма, то какая-то неудача. В общем, проигрывала в основном на финальных блоках уже. Вот, в этом году, в принципе, все сложилось очень хорошо. До чемпионата Европы выиграла гран-при Тбилиси совсем недавно, за две недели. В принципе, была настроена как бы на победу. Гала-концерт 20-го юбилейного телевизионного фестиваля «Звезда» прошел на сцене Центрального дома офицеров. Более 20 талантливых исполнителей вышли на Центральную армейскую площадку, пройдя через сито отборочных туров. По неизменной традиции, в репертуаре солистов и вокальных групп песни о родине, армии, героизме ее бойцов и командиров. Телевизионная версия финала творческого конкурса будет представлена 9 мая на телеканале «Беларусь-3». Вы сегодня слышали песни, которые были созданы именно конкурсантами. Песни мы не забываем, те, которые красивые и входят в золотой фонд армейской песенной культуры. Поэтому, я думаю, и пелись песни, и создавались песни, и мы будем это, так сказать, знамя держать и нести дальше. И это будет очень правильно, если этот фестиваль будет продолжаться и становиться еще лучше, еще красивее. А мы приложим все силы для того, чтобы это так и было. В Минске проходит 5-я республиканская спартакиада по военно-прикладным видам спорта среди суворовцев и кадет. 40 участников из 8 команд соревнуются в стрельбе из пневматической винтовки, подтягивании на перекладине, плавании, метании гранаты и беге. По результатам первенства будет определена сильнейшая команда, которая представит белорусских воспитанников на международной арене. Мы решили отдать дань старым традициям, которые были заложены еще в советское время, когда среди суворовских, нахимовских училищ проводились спартакиады по различным видам спорта. Их существовало две – зимняя и летняя спартакиады. Мы возродили такие спартакиады. Охрана труда в вооруженных силах и безопасность производственной деятельности. Эти вопросы обсудили армейские специалисты на сборе военной академии. Участникам форума представлены новейшие образцы средств индивидуальной защиты, современные электронные тестовые программы оценки знаний, а также актуальная информация по нормативно-правовой базе. Эффективность работы по охране труда в первую очередь определяется отсутствием несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. При проверках воинских частей и организации вооруженных сил специалисты оказывают также и методическую, и практическую помощь. Исследовательское командно-штабное учение проведено в 11-й механизированной бригаде. Тренировка носила двусторонний характер, что позволило тщательно изучить и на практике проверить подходы к обучению войск. Подробности учебно-боевых баталий у нашего специального корреспондента Ивана Михайлова. В командно-штабном учении Слонинской механизированной бригады задействовано порядка тысячи человек личного состава и больше ста единиц военной и специальной техники. Маневры развернулись сразу на двух полигонах – в Брестской и Гродненской областях. В основу учений положен сценарий противодействия незаконным вооруженным формированиям. В задачи гвардейцев входит охрана особо важных объектов – блокирование и уничтожение преступников в населенных пунктах. Команда-штабное учение, которая позволяет отработать ряд вопросов по управлению войсками, проверить на практике существующие у нас теории в вооруженных силах, что мы сейчас реально и выполняем. Как мы знаем, что эффективность боя зависит от качественного и эффективного управления. Поэтому основная цель данного учения – это проверить, как наша система управления работает. Самая важная цель данного командно-штабного учения – это научиться управлять воинскими частями и подразделениями, которые находятся в удалении от командного пункта бригады. Районы ответственности батальонов, район ответственности бригады очень велик. Поэтому мы должны учиться и учиться самим, и учить своих подчиненных тому, чтобы они действовали в отрыве от главных сил бригады. Против мотострелков на учении действуют специалисты войсковой разведки. На начальном этапе их задача – парализовать основные транспортные артерии. Для отработки специальных задач на Бузлесновском полигоне создан полноценный блок-пост с местами для несения дежурства, окопами для боевой техники и личного состава. Обучение здесь одновременно могут проходить порядка 50 военнослужащих. Сегодня здесь укрепились пехотинцы, усиленные танковым взводом. На помощь им также приданы расчеты беспилотников «Беркут». Подразделение развернуто на стартовой позиции. С командиром батальона организована связь. Впоследствии в связи ставится задача и передаются результаты разведки командиру батальона для непосредственного принятия решения. Задача «Беркута» – поиск диверсионных разведывательных групп. Благодаря данным беспилотного комплекса, неприятелю удается идентифицировать и нейтрализовать еще на дальних подступах к позициям гвардейцев. Дрон также обнаруживает основные силы незаконных вооруженных формирований уже на Гожском полигоне. Здесь подразделения работают с боевой стрельбой. Задача «Беркута» При помощь пришли авиаторы. Последней опорной точкой незаконного вооруженного формирования становится населенный пункт. Бандиты укрепили буквально каждое здание, сделав их практически неприступными. На каждом этаже находятся огневые точки, а на крыше и вовсе обосновались снайперы. У нас были две формы наступления обороны. Сейчас мы теорию испытываем, проверяем на практике, насколько способны механизированные подразделения выполнять специальные действия, нести службу на блокпостах, организовать блокирование, штурм города, бороться с диверсионным разведыванием группы, незаконными вооруженного формирования. Для освобождения населенного пункта сформирована штурмовая группа. Сначала ряд кварталов берут в кольцо, чтобы исключить прорыв неприятеля. Затем командир принимает решение завязать бой с нескольких направлений. Нам вчера вечером поставили задачу, что завтра утром мы уже будем брать город. Не хотелось здесь твать с колес, но тем не менее офицеры, солдаты все задачи справились. Штурм длится не более пяти минут. Подавив основные огневые точки, пехотинцы окружают каждое здание и начинают методично выдавливать неприятеля. Затем строение берут под охрану. Вот он, реальный противник, вот он реально стреляет, вот реальные машины, танки, БМП. И когда это все видит, когда все стреляет, немножко по-другому воспринимаются все теоретические навыки, которые мы отрабатывали до этого. Естественно, они опять же получают опыт. Во время подобных учений успех во многом зависит от того, насколько правильно просчитаны действия оппонента, который также стремится к успеху. Офицеры отмечают, что любой исход – это возможность проанализировать свои сильные и слабые стороны. найти новые точки роста боевого потенциала. Войсковые комплексы противовоздушной обороны «Стрела», «Игла», «Тунгуска». Эти системы способны защитить наземные группировки от удара с воздуха как на позициях, так и на марше. Наши корреспонденты побывали на тренировке расчетов и узнали, в чем секрет точного выстрела. Полигон «Доманово». Сегодня здесь ведут активные учебно-боевые действия зенитные ракетные дивизионы двух механизированных бригад. На огневые позиции выходят самоходные комплексы «Стрела-10», «Тунгуска», «Переносная система», «Игла». Сам замысел тактических учений предполагал действия данных подразделений в ходе прикрытия механизированных и танковых подразделений при выполнении задач в ходе специальной операции. «Тунгуска» — один из самых эффективных комплексов в своем классе. Скорострельность — порядка 5 тысяч выстрелов в минуту. Система в буквальном смысле может создать облако из свинца. Плотность огня столь высока, что через него не способен пройти ни один метательный аппарат, будь то самолет, вертолет или беспилотник. На позициях одна батарея сменяет другую. Вместо «Тунгусок» занимают зенитные ракетные комплексы «Стрела-10». Таким образом, одни подразделения уходят из-под удара, другие выдвигаются в новый район пусков. «Стрела» ведет огонь в движении и прикрывает колонну. Данные о ситуации в небе поступают с мобильных радиолокационных систем. Это подвижной комплекс разведки управления. Он видит всю воздушную обстановку в радиусе 45 километров. Вместе с боевым расчетом в машине находится и командир дивизиона. Именно он определяет, какая из целей приоритетная и какая из батарей будет вести огонь. Расчеты самоходных систем работают в тандеме с переносными зенитными ракетными комплексами «Игла». Ракета ПЗРК способна поразить цель, летящую на встречном курсе со скоростью 1300 километров в час на дальности до 5 километров. Перевод из транспортного положения в боевое занимает всего несколько секунд. Стрельба велась смешанными подразделениями. Данное подразделение позволяет наиболее эффективно бороться с воздушными целями. Стрельба велась с места, с короткой остановки, а также в движении по воздушным целям типа вертолета огневой поддержки, а также по скоростным воздушными целями. В качестве мишеней применяют 120-мм светящуюся мину или специальный снаряд, который запускает реактивная система. В небе такая цель находится всего несколько секунд. По размерам она намного меньше, чем летательный аппарат, а значит гораздо сложнее. Сегодня выполнено 17 боевых пусков с зенитными управляемыми ракетами. За боевые пуски подразделения противовоздушной обороны 6-й и 11-й отдельных гвардейских механизированных бригад руководителями учений, старшим руководителем стрельбы оценены на хорошо. Активность, динамичность и мобильность – яркие черты разыгрываемых учений. Скорость воздушных объектов чрезвычайно высока. Поэтому расчеты действуют оперативно и слаженно. Пучи мишеней на земле, а небо – чистое. Сегодня никого не удивишь навигатором в мобильном телефоне. С его помощью можно найти путь в любую точку. Однако для военных такой способ ориентирования на местности не всегда пригоден. Как прокладывать маршруты в боевой обстановке, знают специалисты навигационно-топографической службы. Разведка местности, определение координат объектов, анализ и выбор маршрутов и многое другое. Все это в том числе задачи беспилотной авиации. С помощью беспилотников создаются многофункциональные системы мониторинга. Одна из них – подвижный навигационно-топографический комплекс. Расчет состоит из пяти человек. Это водитель, техник, начальник расчета и два старших инженера, который, в принципе, осуществляет непосредственное управление беспилотным летательным аппаратом и целевыми нагрузками. Комплекс установлен на базе автомобиля «АМАЗ». Это высокопроходимый автомобиль. Задача водителя – занять ровную площадку с уклоном не более пяти градусов и подключить дизель-генератор, который способен работать без дозаправки порядка восьми часов. Для сканирования определенного участка в составе системы – программно-аппаратный комплекс обработки, хранения и тиражирования геопространственной информации, локально-контрольно-корректирующая станция и два беспилотника. Беспилотные летательные аппараты приводятся вот в таких вот специальных контейнерах. Отдельно катапультная установка и отдельно непосредственно сам БПЛА. Накануне проводится предполетная подготовка, на которой в том числе укладывается парашют. Непосредственно на месте, на запуск, нужно порядка получаса. Старший сержант Хатковский отвечает за подготовку дрона. Когда Антона призвали на срочную службу, он и не подозревал, что армия в буквальном смысле окрылит. В пребыве на место собираю катапультное устройство. На каретке собирается беспилотный летательный аппарат. Я докладываю оператору о готовности конкретного элемента. И, соответственно, оператор это видит у себя на экране. Подобным беспилотникам не требуется оборудованный аэродром. Достаточно миниатюрной открытой площадки. Запускаются они с рук или катапульты. В небе аппарат в автоматическом режиме выдерживает заданные параметры полета. Это беспилотный летательный аппарат белорусского производства «Бусил-10». Он способен в автономном режиме преодолеть расстояние в тысячу километров. Самостоятельно может совершить посадку в заданных координатах, при этом нести полезную нагрузку в 5 килограммов и совершать фото- и видеосъемку. Радиоканал соединяет оператора с беспилотником на расстоянии до 120 километров. Специальная система защищает сигнал от помех и перехвата. Вот задаются точки, куда лететь и что в этих точках необходимо совершить, сделать. Непосредственно воздействие на элероны, на руль высоты и прочее, так сказать, не осуществляется. На нынешней тренировке дроном управляет лейтенант Илья Бабок. Офицер прошел подготовку в Белорусской государственной академии авиации. Мы выполняем съемку аэрофотоместности. Наблюдаем, как самолет фотографирует конкретную точку и показывается его снос, время, угол фотографирования. Нам наблюдается за оборотами двигателя, за путевоздушной, путевой скоростью, за его высотой и его положением на данный момент времени. Навигационно-топографические комплексы прочно занимают место в боевых порядках разных родов войск. Их активно применяют как средство обеспечения подразделения информации. Артиллеристы, разведчики, десантники, мотострелки. Современные технологии позволяют им быть значительно осведомленнее, используя дополнительные глаза в воздухе. На вододроме под Борисовым преодолевать глубокий брод учатся курсанты Объединенного учебного центра. Для механиков-водителей этот элемент боевой подготовки считается одним из наиболее сложных. О том, как быстро и безопасно провести танк через водную преграду, узнавал Владислав Кири. Более 20 механиков-водителей танков вышли в эти дни на берег водоема. Здесь они управляют боевыми машинами в ходе преодоления водной преграды. Военнослужащие, все, которые допущены к выполнению данного упражнения, они проходят в легководолазную подготовку гимна-гидротренажеров в бассейне и в стационарном воинской части. Медицинские освидетельствования. Первый зачет, который сдают обучаемые еще на берегу – подготовка танка к плаву. Для герметизации корпуса машины применяют специальную смазку. Ее наносят на люки, смотровые приборы. Для орудия предусмотрен резиновый чехол. Механики-водители облачаются в защитное снаряжение. Работу в нем тоже отрабатывают заранее. Мы надевали противогаз ИК-5, из заливающих противогаз, и погружались под воду. Проходили по бассейну, по дубассейну и назад. Условия упражнения довольно сложные. Практически нулевая видимость, слабое сцепление с грунтом. С учетом первого раза предусмотрены некоторые послабления. На данном упражнении выбирается место мелководное, оборудованное, но с твердым грунтом, удобными съездами для преодоления водной деграды. Под водой 40-тонная машина чувствует себя уверенно. Скорость необходимо держать порядка 7 км в час. Управление по гирополкомпасу. Важный акцент на занятиях – безопасность обучаемых. Военные отрабатывают различные алгоритмы действий в экстремальных ситуациях. Для отработки эвакуации машины при нештатных ситуациях находится подразделение – это эвакуационная группа. Произведенная тренировка эвакуационной группы, ее действия, случаясь в данной нештатной ситуации. У нынешних курсантов впереди еще много боевых уроков. Навыки, которые дает солдатам Борисовская армейская школа, позволят действовать умело, несмотря на преграды. В зале Центрального дома офицеров «Аншлаг» любители музыки пришли послушать образцово-показательный оркестр вооруженных сил. Такие концерты для прославленного коллектива традиционны. Каждая из них – это возможность поделиться со зрителями размышлениями и творческими идеями. Подтверждать звание заслуженного коллектива Беларуси образцово-показательному оркестру вооруженных сил не впервой. Теперь это происходит каждые пять лет. Несмотря на немалый опыт, музыканты волнуются, как перед первым серьезным экзаменом. Одно дело, когда просто концерт, второе дело, когда это все-таки подтверждение звания заслуженный коллектив. Здесь, конечно, большой упор на классику сделан. Но в общем программе все направления – классика, и народная музыка, и эстрадная, и джазовая музыка. У нас каждый год – это совершенно новая программа. Прежде чем представить на суд зрителей новую композицию, а уж тем более программу, оркестр много репетирует, доводя до совершенства звучание инструментов и голосов. Но и концертов в воинских частях, гарнизонах, гастрольных поездках и фестивалях никто не отменял. Так что слова «они живут музыкой» – это о дирижерах, вокалистах, инструменталистах в погонах. Военные исполнители – фавориты многих музыкальных форумов. Их знают и любят в Москве, Санкт-Петербурге, Берлине, Париже, потому что всегда оркестры привозят с собой к праздник. Я закончил консерваторию и сразу пришел сюда. Как солист я исполняю вторую часть второго концерта Рахманинова, до фортепиана с оркестром. Ну и вместе с оркестром исполняю разные песни, разные произведения. В оркестре с молодыми исполнителями работают кропотливо, раскрывая лучшие грани таланта. Кажется, совсем недавно попала в руки мастеров солистка Елена Шевчик. Сегодня она сама наставник. Когда-то в армейском оркестре Трубачон начинал свой творческий путь Александр Тиханович. Песни из репертуара ансамбля «Веросы» – память о поистине народном артисте. Каждый новый день требует от людей искусства свежих идей и решений. Военные музыканты пристально следят за мировыми тенденциями, наделяя бессмертные произведения современным звучанием. Мы стараемся, в принципе, не зацикливаться на чем-то одном, потому что это развивает, во-первых, подвижность коллектива, во-вторых, работа в разных стилях, она помогает музыкантам развиваться, как музыкантам. Они начинают владевать большими направлениями музыки, а это способствует и исполнительскому мастерству. КОНЕЦ КОНЕЦ Вы смотрели «Арсенал». С вами был Владимир Бурко. Следите за актуальными армейскими новостями на сайте воентв.мил.бай и подписывайтесь на наш канал в YouTube. Всего доброго. До встречи на телеканале «Беларусь-1». КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ